Сегодня мы коснемся, попробуем разобрать такую практическую проблему. С декабря вступает в силу закон о добровольном тестировании школьников на содержание наркотических веществ в организме. И коллеги, наркологи, специалисты доказательной медицины, ученые, правозащитники высказались по этому поводу. Сегодняшний семинар будет посвящен этой проблеме. И сегодня у нас будут выступать уважаемый профессор Василий Викторович Власов, председатель общества социалистов доказательной медицины, профессор 1-го медицинского института Высшей школы экономики, уважаемый коллега Александр Данилин, врач с огромным опытом работы, нарколог, психиатр. Проведет сегодняшнее собрание, проведу сегодняшнее собрание я, Сергей Сошников, кандидат в медицинских наук по образованию, врач-нарколог. И слово предоставляется, наверное, начнем с Вас, Василий Викторович. Спасибо. А я начну с уведомления о том, что у меня в отношении этой темы никакого конфликта и интересов нет. Я не продаю никакие лекарства, не взаимодействую с производителями тестов, более того, даже не оказываю наркологической помощи. Я в этом смысле человек, заинтересованный только в том смысле, что меня интересуют научные основания, точнее отсутствие научных оснований для этой деятельности и потенциально связанный с этим делом вред. В течение долгих лет я связан с замечательной международной организацией, Кокроновским сотрудничеством, The Cochrane Collaboration. Эта организация занимается тем, что подготавливает высококачественные систематические обзоры эффективности медицинских вмешательств, широко доступные в мире. И с будущего года все эти обзоры будут уже в бесплатном пользовании всего мирового сообщества. Открытый доступ – это большое достижение конца 20-го, начала 21-го века. Так вот, сотрудничество, The Cochrane Collaboration, получило свое название по имени выдающегося английского эпидемиолога Арчи Покрон, который прославился непримиримой борьбой за то, чтобы в Национальной службе здравоохранения, National Health Service, применялись только те вмешательства, эффективность которых доказана, для того, чтобы всегда ограниченные общественные средства шли на то, что должно принести пользу, что может принести пользу. И он, соответственно, сформулировал такие три вопроса, на которые нужно отвечать применительно к любому вмешательству, которое рассматривается как перспективное для здравоохранения. Первый вопрос – может ли это работать? Второй вопрос – работает ли это? И третий – стоит ли это делать? Человек, который сидит в кресле, и мы видим, что у него есть ноги, наверное, может ходить. Но может и не ходить. Вот если мы проверим это и попросим его походить, и окажется, что он не может ходить, значит, не работает. Он потенциально может, фактически не ходит. Стоит ли такому человеку ходить? Это следующий вопрос. Вот такая штука существует со всеми медицинскими вмешательствами. К сожалению, вследствие того, что простые модели причинности и особенности медицинского, да и всякого другого, естественно, научного образования, они базируются на объяснении. Вот что это гром гремит? От чего это? Ах, так это же Илья Пророк там катается. Ну, а раз Илья Пророк катается, все ясно. Сила объяснительных всяких штучек, она очень велика для человечества. И первый вопрос – может ли это работать? Затмевает все. Ну как же? Там же есть тетропентанперидрофенантрен. Вы что? И все. Ну, значит, тогда все. Значит, тогда привет. В действительности проверка того, может ли это работать и работает ли это, она является достаточно простой. Я позволю себе напомнить, что даже в Ветхом Завете есть описание контролируемого эксперимента. Всякий может обратиться к книге Пророка Даниила. В этой идее проверки эффективности вмешательства нет ничего странного. Она совершенно естественно присуща человечеству. Она давно открыта. И поэтому я не буду апеллировать к последним достижениям, высоким технологиям. Я буду апеллировать к критериям эффективности скрининга, которые были одобрены Всемирной Организацией Здравоохранения 60 лет назад. До сих пор их никто не отменил, так же, как никто не отменил таблицу умножения. Всякое раннее выявление, всякий скрининг имеет смысл только тогда, когда эта программа отвечает всем 10 критериям. Первое. Состояние, на которое нацелена программа, должно быть важной проблемой здоровья. Понятно. Пустяками нечего заниматься. Второе. Развитие болезни или неболезненного состояния должно быть хорошо изученным. Глупо выявлять то, что мы не знаем, как протекает. Может быть, это вообще безобидная проблема. Какой смысл? Значит, мы должны понимать это. Третье. У состояния должна быть выявляемая ранняя стадия. Если состояние не имеет никакой безопасной рано выявляемой стадии, а сразу, допустим, опухоль метастазирует, будучи самой маленькой, глупо ее выявлять, потому что она все равно маленькая, уже метастазирует так же, как большая. И применительно к некоторым опухолям показано, что маленькие опухоли метастазируют так же, как большие. Четвертое. Вмешательство в ранней стадии должно быть более эффективно, чем в поздних. Если мы можем людям помогать, когда болезнь станет очевидной, с таким же успехом, как и на ранней стадии, какой смысл лишать человека спокойной жизни в течение развития болезни и травмировать его лечением, если можно дождаться того момента, когда эта болезнь сама себя проявит, и ему точно так же помочь. Пятая позиция. Должен быть доступен диагностический тест для выявления ранней стадии болезни. Для большинства наших болезней, человеческих болезней, не существует диагностических тестов для выявления ранней стадии болезни. Почему? Да потому что медицина выявляет болезни, которые уже болезни. Огромные силы прикладываются к тому, чтобы придумать тесты для выявления ранней стадии болезней. Ничего из этого не получается. К сожалению, большинство врачей, они не знают про эти критерии Вильсона Джаннера, и они не знают про пункт пятый. И они думают, что если они будут внимательнее разглядывать электрокардиограмму, то они поставят ранний диагноз. Или они будут внимательнее разглядывать рентгенограмму и поставят ранний диагноз. Ничего подобного. Эти тесты, они не приспособлены для раннего выявления болезни. Шестое. Тест для выявления ранней стадии должен быть приемлемым. Если этот тест связан с биопсиями, с ожогами, отрезаниями органов и так далее, этот тест не годится для скрининга. Должны быть определены интервалы между повторными обследованиями. Должно быть понятно, как часто это надо делать. Позволю себе заметить, что даже те скрининги, которые проводятся достаточно регулярно, и в нескольких странах уже, вроде скрининга на рак молочной железы с помощью маммографии, никто так и не знает, с какой частотой надо это делать. То ли раз в три года, то ли раз в два года, то ли раз в год. Что интересно, даже если делают раз в год, все равно 30% раков выявляются между скринингами. Вот показатель того, что мы не знаем, как часто это надо делать. Восьмое. Обязательно должны быть обеспечены дополнительные диагностические и лечебные вмешательства, потребность которых возникает при результате скрининга. Глупо выявлять людей дополнительных, если уже существующие больные не могут получить помощи. Вот у нас в стране в онкологии такая ситуация. Большинство онкологических больных не могут получить полноценной помощи. А у нас ставится задача выявить новые сотни тысяч больных для того, чтобы начать их рано лечить. Задача идиотская и, конечно же, по этому критерию она не должна была бы ставиться. Такая же ситуация существует и в отношении той проблемы, которой мы сегодня собираемся заниматься. Всем хорошо известно, признано президентом, председателем правительства, правительством, Министерством здравоохранения, наркоконтроля. Все понимают, что у нас очень ограничены возможности помогать людям с зависимостью от различных веществ. Но тем не менее ставится задача начинать выявлять как можно больше таких людей. Девятая позиция. Физический и психологический вред от проведимой программы должен быть меньше, чем польза от нее. Подчеркнем, что применительно к программе раннего выявления зависимости от субстанций. Польза является вполне неопределенной, а вред потенциальный, очень большой. Он тоже неопределенен, но он потенциально очень большой. Ну и, наконец, последнее. Стоимость программы в отношении к ее полезности должна быть не выше, чем у прочих медицинских вмешательств. Никаких финансовых расчетов, на которые можно было бы ориентироваться, приведено к этой программе, не существует. Предполагается, что она как-то сама собой произойдет и принесет пользу. Между тем, самые простейшие прикидки показывают, что эта программа, даже сама программа тестирования по себе, оказывается очень дорогостоящей, а ее последствия, потом дальнейшее обследование ведения этих выявленных людей будет сопряжено с огромными расходами для системы здравоохранения. С некоторой долей цинизма можно предполагать, что программа для того и затевается, чтобы можно было потом от родителей детей, у которых положительные тесты, выманить довольно много денег для того, чтобы, например, удалить запись о положительном результате по результатам этого скрининга. Или для того, чтобы этого юношу, у которого положительный результат, отправить для восстановления в какую-нибудь коммерческую программу, и его, как назначится в одном из патентов наших наркологов, отправить на реабилитацию в Гималайи. Представьте, сколько будет стоить родителям путевка на отправление человека на реабилитацию в Гималайи. Это не анекдотические выдумки, да, это запатентована реабилитация в Гималаях, причем этими же людьми, которые продвигают вот эту программу скрининга на зависимости от субстанции. За исключением первого пункта, как мы видим, за исключением первого пункта, все 9 остальных позиций, стандартных критерий обоснованности скрининга не соблюдаются. На основании этого программа эта не имела права быть утвержденной. То, что она появилась, это большая глупость. Единственное, что было в конце концов внесено в поправку этой программы, это то, что эта программа стала добровольной, то есть от нее можно отказаться. И вот здесь находится единственное спасение для детей и их родителей, это то, что они могут воспользоваться правом на отказ от участия в скрининге. К сожалению, это слабая возможность, это очень ограниченная возможность, но это единственная возможность на сегодняшний день, и мы согласованно вполне думаем, что надо призывать к тому, чтобы родители отказывались от тестирования своих детей на злоупотреблении непрописанными врачами и субстанциями. Я думаю, что эту возможность мы обязательно должны использовать. Спасибо вам большое за внимание. Я подозреваю, что о том, что я сказал, что не может быть никаких вопросов, но если есть какие-то вопросы, я буду рад на них ответить. Это Всемирная организация здравоохранения, 56-й, по-моему. Да, да, да. Можно вопрос? Можно вопрос? Как я услышал, что негативный эффект может перевесить положительный, который заложен в тестировании, все-таки, Василий Викторович, не одна черная сторона, какие могут быть... Это неизбежность, да, это закон, Минздрав должен его выполнять, а они будут его выполнять. Что позитивного вы видите из этого скрининга? Какие могут быть позитивные вещи? Я бы сказал так, что не надо преувеличивать значение закона в жизни нашей страны. То, что существует закон, это не значит, что Минздрав будет его выполнять. Существует масса законов, которые Минздрав или другие министерства не выполняют, и ничего. Вот это первое. И, соответственно, давление общественности может быть как раз стимулом к тому, чтобы этот закон не выполнялся. Вы хотите узнать, что хорошего может быть? Да. Хорошего. Нельзя исключать, что для какой-то небольшой части, вероятно, небольшой части людей страх выявления злоупотребления будет ограничителем к тому, чтобы использовать, пробовать. Это минимальная польза, но теоретически она существует. Почему я называю эту пользу минимальной? Потому что большая часть людей, которые пробуют, они по определению никогда не продолжают. Это не превращается в практику. Это бессмысленно выявлять. Это бессмысленно выявлять. Но поскольку такие люди поддерживают рынок, и поскольку такие люди, которые пробуют, они поддерживают культуру своим участием, то можно предполагать, что если их будет меньше, то это будет какой-то положительный эффект. Подчеркиваю, я считаю, что это абсолютно минимальный эффект, если он вообще существует. Кривая улыбка была на губах. Ничего другого положительного я не могу вообразить в этой ситуации. Потому что те люди, кто предполагается инициаторами это дело, могут быть выявлены и станут объектом какого-то воздействия, они явным образом получат стопроцентный вред и никакой пользы. Собственно, эта гипотеза и заложена как обоснование для проведения данного скрининга. И главный нарколог и официальные представители, лидеры наркологии говорят о том, что это некая предпрофилактика, первичная профилактика, что люди, которые не вовлечены в употребление, они и не будут пробовать, понаблюдав за всеми ужасами этого скрининга, ходят с баночками, с мочой по коридорам школы. И спасибо большое, Василий Ильинич. Может быть, мы перейдем, послушаем, уважаемый. Я тогда сам задействую еще 30 секунд, с Вашего позволения. Дело в том, что мне кажется, что неправильно ставить отдельно вопрос, а какая может быть польза. Потому что сказав, что может какая-то польза, раз есть хоть какая-то польза, давайте. Нужно сразу же говорить о том, что вред абсолютно реален, он огромен. И этот вред многократно превышает эту потенциальную пользу. Я сейчас не стану дальше перечислять этот вред, поскольку об этом речь дальше у нас, наверное, пойдет. Но мне кажется, что нельзя говорить определенно даже ни о какой пользе. Все перекрывается огромным рядом. Числитель пользы, знаменатель вреда намного больше. Пожалуйста, уважаемый Александр Комилович. Надо сказать, что вот действительно в этом году у меня юбилейный год. Я 30 лет непрерывно работаю в наркологии. И параллельно в дни работы очень много занимаюсь психотерапией. Пишу о психотерапии, немножко о философии. Сознательно перестал, хотя выпустил целую серию книг когда-то по наркологии, сознательно перестал о ней писать, потому что она стала, все больше и больше стала становиться политической проблемой из медицинской. Но, в общем, я знаю, что мои книги читают, и я удовлетворен этим не стану от вас скрывать. Вот, а я хочу сказать, что, во-первых, вот даже, уважаемый Василий Викторович, ошибаются, потому что, понимаете, в чем дело? Вот когда человек, который не погружен в эту среду, или даже частично погружен, как профессиональный нарколог, слышит слово скрининг в школах, например, на наркотики, то у него в голове возникает некоторая такая картина, что в моче, в крови, в опроснике, в анкете будут определяться соответствующие психоэффективные или наркотические вещества. Я хочу вас огорчить и сказать, что, вообще говоря, главный нарколог России этого почти не предполагает. Сейчас объясню, почему. Дело в том, что речь идет не о выявлении наркотиков, то есть не о выявлении запретных, химических, запрещенных законов списком номер один Минздрава, химических веществ. Речь идет о выявлении синдрома зависимости. На первом этапе в школах для этого будет использоваться опросник господина Орла, который, на мой взгляд, я не очень тщательно исследовал этот вопрос, но, на мой взгляд, просто украден с мотивационной анкеты западной. Это опросник, не имеющий даже никакого прямого, непосредственного отношения к наркотикам. Это опросник, направленный на выявление так называемого отклоняющегося поведения. И как только становится слышно отклоняющееся поведение, мы входим в область неких психиатрических чисто спекуляций, хорошо известных в советских времен. И, на мой взгляд, именно в эту зону фактически карательной психиатрии мы сразу одним этим опросником и делаем шаг именно в эту сторону. Поскольку, понимаете, в чем дело? Ну, в первую очередь, в отличие от любого скрининга, оценка результатов опросника будет звучать примерно так. Отклоняется поведение моего, например, ребенка или не отклоняется? Вообще просто, я даже не знаю, каким словом это назвать, я предпочитаю использовать слово авантюра. Пока. Потому что очень хочется использовать другое слово, но я, к сожалению, не юрист. Проблема заключается в том, что этот опросник, по мнению автора, годится для людей в возрасте от 6 до 23 лет. Один и тот же опросник, ну, даже, по-моему, я даже не знаю, даже школьнику известно, что мотивы поведения в разных возрастных группах совершенно разные. И это означает, что практически любой ребенок, исходя из этого опросника, пойдет на второй этап тестирования в наркологический диспансер. Это будет очень зависеть от профессионализма психолога. Меня очень пугает Евгений Алексеевич, который постоянно повторяет на политическом уровне, что у него есть люди и силы, которые уговорят детей любой ценой проходить это тестирование. Я, к сожалению, ну, в силу того, что загадочная произошла история, почему-то вообще ни для первого, ни для второго этапа тестирования не нашлось нигде, ни в каких пензравовских институтах, никаких альтернативных экспертов, которые могли бы оценить вообще приемлемость этого опросника для использования его в качестве скрининга о потреблении конкретных веществ. Так вот, учтите, пожалуйста, дорогие родители, потому что обращаюсь я сегодня именно к родителям, и врачам родителям, и политикам родителям, что как только у вашего ребенка выяснятся признаки наличия отклоняющегося поведения... Например, мечта это ходит сыновей. Ну, я даже это еще подожду... Нет, дело не в этом. Это, уверяю вас, все еще хуже. Потому что вы сейчас пытаетесь меня как бы спросить, что такое зависимость, охота на львов это зависимость или нет? Это такое отклоняющееся поведение? А отклоняющееся поведение это то поведение, которое отклоняется от нормы поведения господина Орла, как я понимаю. Вот, собственно, никаких других вариантов тут, к сожалению, я придумать не могу, поскольку, и я хочу, чтобы родители это понимали, никакого определения окончательного ни в психиатрии, ни в наркологии отклоняющегося поведения, ни в психологии, ни в школьной психологии нет и быть не может. Это, к сожалению, еще не все, потому что на втором этапе тестирования есть два варианта. Я их условно для себя называю первый не очень жутким, а второй очень жутким. Не очень жуткий этап это так называемая иммунохимическая методика иммунохимического тестирования. Значит, тут вот, возможно, мне поможет Василий Викторович, потому что вообще, на самом деле, что касается иммунохимии, то любому, как мне кажется, врачу на втором, по крайней мере, курсе, когда мы проходим нормальную физиологию, становится известно, что иммунный ответ организма включает два компонента специфический и неспецифический. И, в общем, как только появляется слово иммунохимия, врач, вообще говоря, теоретически должен насторожиться, потому что неспецифический компонент иммунитета как бы практически всегда будет подключаться. И вот удивительно, что номер методических рекомендаций господина Брюна 13-й, в 2011-м году, эта методика была признана изобретением, автор изобретения господин Брюн, автор методички соответствующей, а сейчас я могу показать, она у меня с собой, господин Брюн, и, наконец, утвердил эту методику, конечно же, господин Брюн. Что, вообще говоря, просто, ну, изумительно, потому что, в общем, можно утвердить, так, знаете... Бог, Бог, Отец... Да, 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 и учение господина Брюна верно, потому что оно истинно, и вы смеетесь, мне совсем не смешно, потому что на наших внутренних собраниях и совещаниях примерно это и произносится, потому что, как только звучат критические вопросы, коллеги вскакивают и отвечают на полном серьезе, как вы можете, вы же имеете дело с гением. Я это слышал столько раз, что я, к сожалению, как психиатр по образованию, в общем, у меня... Я не имею права, простите, дальше эту мысль развивать. Я хочу вам еще раз прочесть, я его читал многократно. В конце методички этой замечательной есть список тех ситуаций, которые могут дать ложноположительный результат. положительный результат тестирования может быть вызван иными причинами, нежели немедицинский прием наркотических препаратов. Так, применение некоторых седативных препаратов, антидепрессантов, антибиотиков, противовоспалительных препаратов может дать ложноположительный результат. Аутоиммунные заболевания, недавно перенесенные инфекцией, ОРВИ, например, недавно сделанные прививки могут вызвать повышение уровня антител к психоактивным веществам и дать ложноположительный результат. Не следует проводить исследования у женщин в период менструации и во время беременности, возможен ложноположительный результат. Аналоги психоактивных веществ могут входить в различные субстанции, которые не принято называть наркотическими, например, курительные смеси, в том числе при курении кальяна, алкогольные напитки в ночных клубах, энергетические напитки, пищевые добавки и добавки для спортсменов. Ну, объем и роль пищевых добавок современной кулидарии, давайте скажем так, в производстве продуктов питания, я думаю, всем известен. А вот что касается аутоиммунных заболеваний, то в медицине же встречаются свои моды. Я просто хочу, чтобы родители понимали, что лет так семь назад у нас все заболевания модно было считать аутоиммунными. И это действительно так, потому что любой НОЗОС вызывает повышение антител, особенно не специфических антител, разумеется. А то, что весь... Вот, понимаете, извините, я, наверное, не должен быть эмоциональным, но человек, я эмоциональный. То, что весь этот бред по всей видимости не прочел ни один врач, кроме группы Брюна, для меня является самым поразительным, потому что после того, как автор придумал метод, написал методичку и сам себя утвердил, сверху, естественно, появляются штампы Департамента здравоохранения. Если не трудно, Валентина, ты не достанешь ее, там она в сумке у меня, где-то должна плавать, эта замечательная методичка. Ну, что будет, как же, да? Так вот, так как мы, в общем, сейчас не знаем с вами, какие именно химические вещества мы пьем и едим вместе с фруктовыми, чаями, ну, я вот сейчас только что имел, хотя я не имею никакого прямого отношения по работе к тестированию, но, естественно, со мной советуются некоторые организации, которые начали этим, вынуждены этим заниматься. Вот. Я, например, имел случай, что связано и с тем, что полковник одной из наших главных секретных служб столкнулась с тем, что некий продукт, похожий на марихуану, как выяснилось, находился в напитке чайном, который продается повсюду и везде и предназначен для лечения, ну, как пищевая добавка, сейчас так модно, для лечения некоторых женских болезней, скажем так. Я не знаю, у нас, может, где-то есть камера, ну, вот она, я даю, чтобы это было видно. Вот. Я, она действительно просто совершенно коллекционная работа, я не стану перечислять некоторые биохимические ляпы, которые во всем этом есть, но, я надеюсь, кто знает, может, коллеги нас увидят и заинтересуются, ведь это метод, с помощью которого планируется изучить миллионы наших детей, буквально, это же то, что предлагается на всю страну, и, в общем, страшненько это совсем, но и это не самое страшное, поскольку, на самом деле, существует еще один метод тестирования, который вообще связан только и исключительно с синдромом зависимости, то есть он даже не направлен на его явление каких бы то ни было психоактивных веществ. Самое ужасное, что метод этот, к счастью, очень дорогостоящий, поскольку на нашем, на внутреннем совещании Евгений Алексеевич очень сожалел, что государство отказалось платить 70 тысяч рублей за проведение одного исследования этого рода. Это метод исследования, и вы зря смеетесь, потому что мне страшно, господа, правда, это метод исследования, это метод исследования синдрома зависимости с помощью системы биогенных аминов. Ну, это хорошо всем знакомый дофамин, серотонин и еще некоторые биогенные амины, которые участвуют в нейромедиации, в проведении импульса по нервной клетке. Надо сказать, что вообще в мировой практике роль биогенных аминов до сих пор непонятна, и идут очень серьезные споры на тему о том, стоит ли их считать, количественный показатель биогенных аминов, стоит ли считать признаком изменения эмоционального состояния. Ну, скажем, считать падение серотонина с симптомом депрессии или нет. Никто однозначно этого не доказал, исследования идут по всему миру, огромная существует литература, но мы страна уникальная, мы в лице все того же Евгения Алексеевича утверждаем, что определенное зашкаливание количества дофамина и серотонина свидетельствует о зависимости. И это в строгом смысле этого слова означает, что с помощью якобы объективного исследования биогенных амина любой человек, совершенно точно любой человек, находящийся в эффективном состоянии, может быть объявлен человеком, имеющим синдромом зависимости и быть направлен на дальнейшее исследование в диспансер. А если учесть, что никто толком не знает, от чего же именно зависит количество показателей биогенных аминов, то в общем это может произойти совершенно случайным образом, никак не связанным с эмоциональным даже состоянием. Объясню. Ну вот, например, я могу от вашего имени, Васильевич, и от имени Евгения Алексеевича мы можем в совместном порыве выступить, скажем, с неким предложением к мэрии. Ну, например, если, скажем, с помощью этого теста я абсолютно серьезно, господа, с помощью этого теста изучить, ну, разрешить его использовать, скажем, в ГАИ, с тем, чтобы можно было проверять автолюбителей на предмет зависимости, то я Вас уверяю, что через пару лет наши дороги, наши пробки исчезнут. Я попробую объяснить, Вы зря смеетесь, я попробую объяснить, почему это происходит, потому что есть еще одна, тоже для меня, абсолютно страшненькая подложка под тестирование. Эта подложка заключается в том, что Евгений Алексеевич навязывает активно и агрессивно всему наркологическому сообществу мнение о том, что любая зависимость, любая, включая сюда игровую зависимость, пищевую зависимость, ну и, конечно, алкоголизм и наркомания, является формой бредового психоза или формой шизофрении, для простоты просто я скажу, поскольку он на это намекает, но прямо так никогда не говорил. Он это называет третьим эндогенным заболеванием и считает, что лечение должно быть антипсихотическим, то есть лечить надо нейролептиком. Поэтому самое страшное в этой истории, что дети, которые, например, вы представляете, папа с мамой, им говорят, ну 70 тысяч, сейчас же то, что дорого стоит, это такой признак значимости, значимости процесса. Вы знаете, у вас зависимый ребенок, ему надо попить таблеточки. Мало кто из папы и мам будет читать инструкции, в которой написано, что вообще-то эти таблеточки предназначены для лечения шизофрении. Я вас уверяю. И мало кто из водителей тоже, потому что, ну, в общем, у нас принято доверять добрым докторам. Почему я об этом пытаюсь сказать? Потому что, понимаете, самое мягкое слово это авантюра. Ну кто же, правда, честное слово, но кто же, в Минздраве, в Минздраве, может быть, в этом научном институте, может быть, кто-то из тех, кто увидит эту запись в интернете. Но кто же, правда, будет читать про то, что на самом деле, по мнению мирового сообщества, значит биогенные амины. У нас же сделано изобретение, и есть оригинальный русский метод лечения нейролептиками. А у нас и так вся страна погружена в произвольное назначение нейролептиков без показаний. У нас тики детям лечат нейролептиками по Великой России. А нейролептик, назначенный без показаний, знаете, как это выглядит? Причем, поверьте мне, господа, я ничего не могу больше предъявить. Но я-то знаю эту логику, я знаю, как это выглядит. Назначается какой-то нейролептик, модный, дорогущий, кстати говоря, сам по себе, кроме исследования, еще надо будет за препарат заплатить. Потом ребенок, все хуже и хуже, ну, бывают вещи гораздо хуже галлоперидола, это просто, знаете, слово такое, богатое. Но проблема не в этом. У нас, между прочим, полстраны наркоманов еще в 90-е годы полечили не галлоперидолом, а хуже препаратами, которые во всем мире, кроме тогдашней ЮАР, тогдашней России были запрещены к использованию типа того же... Аминазин? Не-не-не-не, аминазин никто и никогда не запрещал. Сейчас помню это пролонгированный пепартил. И вот слово, которое я пытался вспомнить, это мощный пролонгированный нейролептик, когда всплескивали руками, вот наркологи в районах мне рассказывали родители, что они говорят сейчас придет волшебное лекарство пепартил и все пройдет. Проходило как-то так, знаете, вместе с головой. Просто, ну как же так, мы же привыкли доверять медицине, даже несмотря на все то, что мы знаем по советской психиатрии, например. Конечно, все, что имеет отношение к... существует один-единственный, даже не сказать валидный, но надежный метод, тоже дорогостоящий. Исследование наркотиков в крови и моче это газовая хроматография. Но понимаете, в чем дело? Газовая хроматография это... понятно, ведь проблема, это всем известно, но проблема в том, что газовая хроматография действительно может выявить только потребителей наркотиков. а нам же надо выявлять ранние формы. И поэтому, уверяю вас, сегодня наркология находится в тупике, и этот тупик в общем вызван недоверием населения. Люди не хотят идти лечиться. А вообще гораздо приятнее иметь дело не с наркоманами, а с алкоголиками, которые не хотят лечиться. Страдают анозагнозией, не понимают, что они больны. А гораздо легче, господа, иметь дело с нашими детьми и с хороших семей, способных заплатить 70 тысяч за обследование. Все же гораздо культурнее, менее криминально, замечательно все получается это внутреннее построение. Просто для меня, ну как вам сказать, это находится где-то за пределами любых и всяческих спекуляций. Ну вот вообще я бы и рад говорить не только о Евгении Алексеевича. Но ведь проблема в том, что он до такой степени, как можно видеть даже из этой методички, забрал все это на себя одного, что больше и говорить ни о ком, больше ни у кого, фактически нет права голоса. Может быть, кто-то обращал внимание, что из наркологов, психиатров фактически в средствах массовой информации, в министерстве, в департаменте здравоохранения Москвы существует только одна фамилия. Это как бы оказывается чрезвычайно удобным. В 2012 году группа, я не буду там около 50 подписей ведущих российских психиатров, наркологов, психологов, социальных работников, попросила ведущих психиатров страны на сайте Российского общества психиатра как-то противостоять, ну, как сказать, устроить дискуссию по поводу теории Брюна о том, что любая зависимость является бредовым психозом. Там каждый желающий может почитать эту дискуссию, это можно найти на сайте Российского общества психиатров, но мне очень нравятся некоторые лозунги, от которых в ответе Евгения Алексеевича этой большой группе психиатров. Ну, начинается все с того, что он знает, кто замыслил вообще это письмо, да, и разберется с профессором, но дело не в этом. Вот, например, он сожалеет, цитирую, думаю, что вернуть уголовную ответственность за потребление наркотиков, которые отменили в 1991 году, невозможно, эта мера опоздала. Если это осуществить, то больше половины шоу-бизнеса, в скобках, и не только, придется посадить, а к ним еще порядка 4-5 миллионов наших соотечественников. Это сожалеет Евгений Алексеевич. Знаешь, он немедленно предлагает взамен недобровольную госпитализацию, то есть принудительную. На самом деле половину шоу-бизнеса надо не, конечно, сажать. Нужно относиться к ним с гуманностью, и поэтому принудительно давайте вещи своими именами называть, лечить с помощью нейролептиков. Ну, видимо, у Евгения Алексеевича особая страсть к представителям шоу-бизнеса вообще. Вот что он пишет дальше. Просто не психиатру, во всей этой логике очень трудно разобраться. Пишет он, цитирую, мера недобровольной госпитализации могла бы спасти тысячи жизней. Что же предлагают либералы от наркологии? Ждать их смерти? То есть, в общем, наверное, единственная страна, в которой принудительная госпитализация считается высшей формой гуманизма. Чтобы вам было понятно, потому что читать-то на самом деле это страшненько. Дальше следует вывод. Альтернатива такова. Либо мы их недобровольно лечим, либо раздаем наркотики. фактически либералы от наркологии являются распространителями наркотиков. Точка. Опять, все бы это было замечательно смешно, но вот если вы обратите внимание на то, что происходит в стране вообще, то вы, наверное, заметите, что, собственно, делается. Я, к сожалению, я бы предложил Василию Викторовичу в принципе, я считаю, что где-то, не знаю, в институте Министерства здравоохранения и общественной доказательной медицины кто-то должен существовать, кто занимается философской и этической оценкой всевозможных психиатрических инициатив, потому что опасность здесь скрывалась всегда. Если захотите, я чуть подробнее это объясню, в чем, собственно, ошибка. Но пытаюсь объяснить следующую вещь. Берем общество, кружочек, а в нем берем некоторую группу, например, ее называем наркоманами или зависимыми людьми. На эту группу законы общества не распространяются, как сегодня на пациентов, страдающих алкоголизмом и наркоманией, не распространяется целый ряд оппозиции закона о медицинской помощи в России. Теперь мы берем этот шарик внутри большого и размываем его границы за счет игровой зависимости, компьютерной зависимости, зависимости от любви. А дальше мы говорим все либералы распространители наркотиков. Почему? Ну, если, например, я защищаю какое-нибудь право человека, право на свободу слова или право не знаю на труд то в ответ встает кто-нибудь лучше всего из психиатров или наркологов и говорит Александр Геннадьевич но ведь защищая право на свободу слова вы же защищаете право на свободу слова и у наркомана тоже или там скажем и у гомосексуалиста тоже а сейчас не время сейчас все общество консолидировано в борьбе с зависимостью а вы выступаете против всего общества и опять чем более да там скажем социально сохранные люди попадают в эту группу зависимых лиц тем легче становится манипулировать всем обществом я совершенно в общем понимаете если честно мне бы очень хотелось преувеличивать впадать в подозрительность какую но если вы прислушаетесь к тому что происходит например согласно закону вечная наша проблема с учетом который естественно является поражением социальных правов с наркологическим учетом и с психиатрическим учетом как бы как говорят я даже однажды в такой ну даже не однажды в такой дискуссии на средствах массовой информации мне приходилось указывать участвовать мне говорят как же так ну как же так как это Александр Геннадьевич вы правда предлагаете чтобы наркоман сам решал вставать ему на учет или не вставать или вот например действительно вот зависимый человек от социальных сетей или от игры он разве может сам решать вставать ему на учет или нет а проблема заключается в том что речь идет на минуточку все время это вы забываете а я то не забываю что речь идет о бредовом психозе о бреде то есть дело не в том что этот человек поражен в правах мы его спасаем защищая его от самого себя любыми способами делаем мы это конечно вместо того чтобы воспитывать и поэтому мне кажется что сегодня мы стоим на грани огромной социальной угрозы которая исходит всего на всего как всегда она исходит из того что вот мы кто-то да поручили Евгению Алексеевичу его группе его биохимикам как бы сформировать вот это самое тестирование но никто не удосужился посмотреть как это проходит на что ориентировано какие результаты дает и как мы действительно как абсолютно точно сказал Василий Викторович собираемся этим людям помогать а вот ведь получается следующее что если мы при тестировании выявим еще миллионы зависимых то это будут дети которые немедленно начнут получать антипсихотические препараты антипсихотические препараты назначенные без назначений вызывают апатию с моей это субъективно со мной очень многие спорят для меня категорически они вызывают при длительном применении зависимость свою зависимость и самое главное что если они назначены ребенку то он очень быстро перестает учиться потом ходить потом говорить в общем это родители очень быстро понимают на самом деле но потом приходится лечиться от того как ребенка полечили но я даже не только про это я сейчас про то что если вы с этим ребенком который будет спать на ходу придете в диспансер вам знаете что скажут то что говорят сейчас вот какая болезнь тяжелая вот какая зависимость представляете надо увеличить дозу и я нет я не говорю о том как всегда о том что есть ответственные врачи которые интересуются литературой которые пытаются спорить с официальной позицией но вы же знаете что таких врачей всегда есть было и будет меньшинство увы поэтому максимум шансов на то что человек будет действовать строго по инструкциям зависимость нейролептик если вы дадите мне еще две минуты я попробую объяснить все таки что происходит в зависимости с моей точки зрения по одной простой причине сейчас дело дошло если позволите я не знаю как со временем проблема в том что сегодня коллеги просто вообще не понимают ну то есть они хлопают глазами на меня и говорят как же так Александр Геннадьевич ну и действительно это очень похоже на шизофрении если вы мне пять минут дадите я попробую объяснить с чем связана проблема потому что проблема это гораздо глубже чем Евгений Алексеевич Брюн она гораздо глубже чем отсутствие совести у некоторых врачей в том числе с профессорскими званиями она в общем кроется далеко в традициях нашей психиатрии но я хотел сказать что сам Евгений Алексеевич в этом ответе сейчас попробую найти спрашивает цитату да вот это его вопрос риторический в письме в ответе на письмо группы психиатров и наркологов если зависимость не является третьим эндогенным заболеванием то чем же она вообще является я просто хочу исключительно для коллег которые хотят думать что на самом деле на вопрос Брюна очень просто ответить потому что мы совсем забыли что совсем недавно после горбачевских реформ тоже замечательных в своем роде мы очень любили пользоваться словом ритуал алкогольный ритуал наркотический ритуал кстати с удовольствием пользовался им в статьях Евгений Алексеевич своих лет наверное так 15 тому назад а ритуал это термин в психиатрии из области синдрома навязчивых состояний или невроза навязчивых состояний сегодня в международной классификации болезней десятого пересмотра этого понятия нет есть понятие обсессивно-компульсивный синдром или обсессивно-компульсивные расстройства и по большей части любое проявление зависимости входит в понятие невроз или синдром обсессивно-компульсивных расстройств который конечно в первую очередь является проявлением или психоорганического синдрома или является чистым невротическим расстройством лечить которые можно и нужны психологическими способами, психотерапией, если пользоваться отечественным термином. Я хочу сказать, что существует огромное количество причин, по которым мы забыли вообще сегодня о существовании целого регистра в классификации болезней, которые относятся к области неврозов и личностных расстройств, потому что весь ужас в том, что и стандарты Минздравовские лечения личностных расстройств сегодня называют только нейролептики. Мы вообще забываем о том, что личностные расстройства это расстройство личности, а личность это тайна, наживущая в человеческой душе, и о многом другом тоже. Я сейчас, ну очень много можно рассказывать по истории психиатрии, о том, как это произошло, но ведь самое главное это две вещи. Вещь первая, навязчивое состояние, навязчивый ритуал, в том числе русский ритуал пьянства, он возникает тогда, когда в народе или в отдельной личности повышается уровень тревоги и неопределенности жизни. И человек для того, чтобы снизить этот уровень тревоги, создает или использует какой-нибудь ритуал. Этот ритуал вовсе не обязательно должен быть с использованием психоактивных веществ. Но если психоактивные вещества используются, то ритуал теряет смысл. Смысл утрачивается, и это превращается в навязчивость. Да, то есть человек повторяет по кругу одни и те же действия, не понимая, почему он это делает и зачем он это делает. Так вот, этот навязчивый ритуал, если на него сверху добавляются те или иные психоактивные вещества, через некоторое время действительно может дать в качестве осложнения психоз, просто в силу того, что эти вещества токсические, и они дают токсический психоз, понятно. И именно поэтому в МКБ-10 все четко обозначено это личностное расстройство, следствием которых могут являться расстройства психотические. Ну, конечно, никто не сомневается в существовании интоксикационных и абстинентных психозов. В общем, тут и спорить-то особо нечем. Откуда это берется? Дело в том, что вот самая главная проблема нашей психиатрии, она для меня сводится к одной очень простой вещи. Мы путаем понятие особого состояния сознания, измененного состояния сознания с понятием психоза. Точнее говоря, в школе Андрея Владимировича Снежневского это одно и то же. Психоз и транс. И поэтому психиатр, описывающий внешние признаки опьянения, уверенно говорить, это психоз. Что вы мне будете со мной спорить? Психоз, вот определение. На самом деле это, конечно, не психоз. Это измененное состояние сознания. Я просто хочу, чтобы коллегам, в первую очередь коллегам, стало понятно, что у нас до сих пор, на сегодняшний день, подлинная молитва, скажем, молитва Исихаста или молитва Емиславца, не может описываться никак иначе, кроме как в терминах психоза. И поэтому диалога с церковью на самом деле никак не получается. И, в общем, рано или поздно, вне всякого сомнения, при тестировании с помощью биогенных аминов, люди, которые сегодня обратились к церкви, особенно те люди, которые обратились к церкви всерьез, те, которых атеисты называют фанатиками, они, вне всякого сомнения, получат положительный результат тестирования на зависимость. Даже сомнений в этом никаких нет, поскольку именно в молитве меняется пропорция дофамин-серотонин. Это, несомненно, так. То есть, вот это раздувание понятия зависимости связано с тем, что мы требуем, вот как бы наука наша, спекулятивная наука под названием психиатрия, требует, чтобы мышление человека было абсолютно рациональным. И хотя сами психиатры, очень устав от своей трудной рациональной работы, вечером приходят и выпивают рюмку коньяку, они все равно считают, что это есть психоз. Ну, хорошо, что делать? Приходится жертвовать собой для изучения психоза. Как бы, и до тех пор, пока мы не вернем серьезное научное обсуждение, такое понятие, как транс. Я имею в виду, в первую очередь, транс в смысле Милтона Эриксона, а не в смысле, скажем, дзен-буддизма. Но, в общем, почему же не дзен, потому что состояние дзен и вообще буддизм, как никакая другая религия описывает подробности измененных состояний сознания в малейших нюансах и деталях за тысячи лет. Но мы считаем, что, в общем, все это психоз. А на самом деле навязчивый ритуал образуется именно потому, навязчивый ритуал пьянства, образуется именно потому, что культура утрачивает свои внутренние духовные смыслы. Они все больше и больше начинают относиться к состоянию иррациональному. Ну вот, например, Александр Александрович Милик Пашаев очень хочется вспомнить, журнал «Искусство в школе». Вообще существует огромное количество международных исследований, уважаемые родители, которые доказывают, что вот если мы вернем в школу уроки пения и ритмики, то это оказывается, сейчас они практически исчезают, потому что родители сами говорят, зачем нужны мы ему рациональность. Но родители-правительство хочет вернуть уроки хорового пения. Вот, хорового пения, да. Это, между прочим, еще в 70-х годах фантастическую эффективность показала в Эстонии, эстонцевые специалисты по хоровому пению. Так вот, простейшие уроки творческой деятельности в школе и просто возвращение, и поддержка, конечно, моральная, родители, материальное, государство, учителей пения, музыки, рисования, она оказывается во всем мире самым эффективным средством профилактики. А мы сейчас с вами стоим, правда, стоим за счет того, что с невероятной силой пробиваются эти методы тестирования. Мы стоим перед угрозой, когда вместо пения и рисования у нас будут нейролептики. Такое, знаете, биологическое перевоспитание поколения. И ей-богу, я много лет думаю над этим, напишу об этом, но я правда и честно вам могу сказать, что для меня эта опасность в чем-то даже хуже, опасность распространения самих наркотиков. Потому что это беда, которую будет поддерживать все то же самое у нас пока всесильное государство. Ну вот, простите, как это говорят, извините меня за внимание. Наверное, если есть вопросы, я попробую на них ответить. Спасибо большое, Александр Геннадьевич. Вот прозвучало несколько раз фамилия Евгения Брюна, да, и мы можем его произносить и здесь упоминать, потому что мы его приглашали, и я с ним нахожусь в переписке. На первое приглашение он ответил, что это все ложь, и, я цитирую, и недоказательная, и совершенно неприемлема. На следующее письмо он перестал отвечать, поэтому мы и можем его упоминать. Мы приглашали Татьяну Клименко из Минздрава, которая помощник министра по наркологии. Мы приглашали официальных других лиц. И я еще хотел добавить, что вот вы описали такую страшную картину в конце, что будет в результате тестирования и в той парадигме, да, наркологической, в условиях той парадигмы, в которой мы живем. Мне на глаза попалось письмо, оно есть в интернете, оно есть у меня. В том числе я хотел сказать про методичку. Методичку, если кто-то захочет, я могу предоставить в электронном виде, она есть. И уважаемый Евгений Брюн рекомендует конкретные тест-системы пользоваться. Это фирма Дианарк. В этом письме он главным наркологам регионов предлагает для обучения и для использования системы именно этой фирмы. Мне стало интересно, я посмотрел, оказывается, владельцы патента Дианарк, соавторах десятка научных публикаций с уважаемым нашим главным наркологом. Но дело даже не в этом. По своей работе я занимаюсь государственной статистикой, официальной статистикой. Мне стало интересно, сколько может стоить все это тестирование. Данные Госкомстата за 2011 год говорят о том, что у нас около 27 миллионов человек молодежи. Это лица от 10 до 24 лет. Мы умножаем, со слов главного нарколога, стоимость одного тестирования стоит, по-моему, от 700 до 1400, он произносил. В общем, верхняя планка 1400. Грубое умножение на всю молодежь дает 37 миллиардов рублей. Мы довольствуемся только отрывчатыми сведениями из интервью Евгения Анатольевича. Поэтому я прочитал в одном из интервью, что предполагается тестировать внезапно и до четверти всей молодежи. Значит, получается 37 миллиардов разделить на 4. Можно представить, сколько предполагается тратить в год. Если перевести это в понятные цифры, то 40 лет тестирования сплошного молодежи – это одна Олимпиада в Сочи. Я предлагаю коллегам еще задать вопросы, которые интересуют, может быть, по поводу методологии или по поводу… Пожалуйста. У меня есть для пользы нашей широкой аудитории суммировать основные положения ожидаемого вреда. Помимо большого вреда, какие еще, я имею в виду, прежде всего, непосредственные последствия тестирования? Во что увлекаются родители? Сколько это будет стоить? Постановка на учет в милиции и так далее. Просто чтобы по пунктам у нас было для аудитории ясно. Мы предполагали какую-то совместную резолюцию после нашего семинара. Я могу сказать только одно, что, понимаете, если честно, я не очень большой специалист по милиции, по юридическим вопросам, поскольку… Ну, врач я. В общем, это так. Я хочу сказать, что для меня самый главный вред, он более чем конкретен, он сводится к трем вещам. Первое. Это вообще неминуемая тревога родителей при подозрении ребенка на зависимость. Потому что в этой ситуации родители впадают в панику от неизвестной и неопределенной болезни, связанной с наркотиками. И начинается та внутрисемейная паранойя, которая приводит и к гибели семей, как социальные единицы, так и в общем конечном итоге наносит вред детям. Второй, непосредственный вред, он неотдаленный. Это, конечно, те методы лечения, которые, я не помню, это восьмой и девятый пункт вашего списка возовского. Это назначение нейролептиков как единственного предлагаемого метода лечения. И это катастрофа, самый главный вред, который существует. Наконец, третий вред. Это вред чисто социальный, потому что сегодня в структуре нашего наркологического учета все слова профилактический учет или там ложноположительные результаты, это кокетство. Потому что если ребенок будет, например, соберется поступать в какие-то вузы или куда-то еще, получать права, то по запросу соответствующих юридических органов все эти сведения немедленно всплывут. И поэтому это однозначная социальная опасность для неизвестного мне процента молодежи, которая окажется сложноположительными результатами. И вообще, если честно, мне не очень понятно все. Потому что, ну понимаете, мы же сидим вроде бы в стенах, в стенах, да, института здравоохранения. А говорим мы о методах, которые могут нанести вред детям. Ну понимаете, вред. А я не ошибся нигде, может, поправите меня. Главный принцип медицины до сих пор, до возникновения советской психиатрии и наркологии, был не вреди. Или я ошибаюсь. В общем, стоит ли говорить о том, что при миллионах молодежи цифры, да, вот сами авторы, в кулуарах, правда, но совершенно откровенно говорят, что не более 60% достоверность методики иммунохимического исследования. Ну понимаете, если они говорят 60, то сразу не выше 50, это же наши люди, советские, советского происхождения. Ну ладно, пусть даже 60, ну представляете, 30, да, 37 миллионов, 60%, хорошо. Сколько это будет в абсолютном выражении, если тестирование будет проведено всем? В 12 миллионов. То есть, понимаете, даже просто подумать страшно. А мы чего-то обсуждаем. Ну хорошо, не всем будет нанесен вред. Ну не всем. Только 12 миллионов. Да, ну вот, и как-то становится нехорошо от этого, честно. И понимаете, это у нас иногда, на мой взгляд, у нас иногда так случается. Потому что когда, ну да, вот когда вред может быть принесен миллионам, то тогда не надо думать о слезинке одного ребенка, потому что мы кому-то сделаем лучше. Ну понимаете, в чем дело? При лечении нейролептиками, по моему субъективному мнению, мы не сделаем лучше никому. И я вообще перестаю. Если честно, то, знаете как, вот за каким-то наглым масштабом авантюры скрывается очевидная нелепость, написанная прямо в их же методических рекомендациях. Только читать-то, Дудмитриев, и все. И мы что-то вот обсуждаем. Это чисто советский прием. Знаете, когда люди говорят, ну что вы там, Иосиф Исарионович, ну разве может такой человек так врать? Евгений Алексеевич, ну что вы, он же профессор. Разве он может лгать до такой степени? И это такой опять чистый русский аргумент. Я уже и так слишком много сказал. Если подробнее говорить о правовой стороне вопроса, то, в принципе, за родителями... А, я Владимиров Сергей, сотрудник этого института. Вот. И за родителями, либо за молодыми людьми остается право отказаться, либо согласиться на это тестирование. Но нужно еще помнить, что все-таки есть статья в Кодексе об административном правонарушении за потребление наркотических средств... Все правильно, я включаю. А, может, повторить? Можно просто вернуть, можно? Значит, и... В которой говорится, что потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача влечет наложение административного штрафа. Либо штрафа, либо ареста на срок до 15 суток. И нам-то говорят о конфиденциальности результатов этих тестов. Но в соответствии с федеральным законом об основах охраны здоровья и граждан, медицинская организация обязана информировать органы внутренних дел в порядке, установленными полномочиями федеральными органами исполнения власти, о поступлении пациентов, в отношении которых имеется достаточное основание полагать, что вред их здоровью причинен в результате противоправных действий. То есть, если потребление наркотиков – это противоправленное действие, выявляется вред здоровью, и медицинская организация должна информировать органы внутренних дел. И никто не отменял административную ответственность за употребление психоактивных нелегальных веществ. Поэтому здесь явный конфликт юридический получается, что, с одной стороны, человек идет добровольно на заклание, он идет сдаваться, и Евгений Брюн своим словом не может освободить его от этой административной ответственности. Это все идет на откуп в регионы или в какие-то там учреждения. Так что здесь не только это. Будем завершать, наверное, нашу встречу. И большое спасибо нашим спикерам, которые очень интересны свою точку зрения. Опять же, я бы хотел в заключении сказать, что существует два типа принятия управленческих решений. Первый основанный на доказательствах или на фактах, а второй основанный на мнениях. Очевидно, сегодня мы имеем дело со вторым путем принятия управленческих решений, когда по мнению так называемых лидеров, когда по мнению чиновника вся страна направляется в неизвестном направлении. Я хочу поблагодарить всех слушателей. Спасибо большое и до свидания.